Насчет Берлоги, он ничего плохого не имел, Виктор Дмитриевич. Он имел в виду, что я живу действительно сейчас не в Москве, а в очень-очень глухой деревне, которая расположена на границе Тверской и Новгородской губернии, куда только самолетом можно долететь, а самолетом туда не летает. То есть там транспорта нет, людей нет, я и один спешившийся мужичок, и мы живем в этой деревне сейчас. Но зато иногда, то есть два раза в году, на несколько недель, я заезжаю в Москву, и иногда выпадает такое счастье, что увидеть родных людей и что-то спеть. Значит, я думаю, что общий такой наш дневной вечер, как бы я хотел назвать, война и любовь. Ну там будут некоторые варианты, но в принципе так, в первой части я попытаюсь спеть песни, которые я довольно редко пою, или вообще никогда на Буговике не пел. А вторую часть я сделаю как бы избранной, по заявкам, потому что некоторые люди здесь знают мои песни, хочется какое-то что-то определённое слышать. Если заявок не будет, заявки можно устные, и можно там письма, здесь даже ящик целый, где-то там, для заявки, для записки. Вот, и тогда я просто спою какой-то изгородный. Значит, начнём. Первое, всё-таки Арганск. Не долго не стану, не сон, не лам, Я память друзей не предам. Я вижу сквозь дали, дорогу, заварь, И наш поворот на пограм. Ударил фугас, но Бог меня спас, Не знаю, чужой или свой, Над грудой брони смертва в плене, И окажется снова живой. И дело не в том, что будет потом, Как встретят нас в лучшей стране, До крика «Держись!» Недолгая жизнь, Но дольше обычной в войне. Мальчишка-боец, Кому с водою нет, И взрослый, усатый, комбат. Не хватит свинца, Чтоб наши сердца Живые забились, не в лад. Нет, Афганистан, Ни сон, ни обман, Я память друзей не предам. Я вижу сквозь дали, Дорогу в джаварь, И наш поворот на пограм. Я вижу сквозь дали, Дорогу в джаварь, И наш поворот на пограм. А вот то, что необычно для моих, По крайней мере, Наступлений здесь, В «Гнезде глухаря», Я вам сейчас хочу показать Несколько песен одного цикла, А именно цикла Крымско-Севастопольска. Я долго сомневался, Потому что, в основном, Он был написан в те времена, Когда Крым считался, как бы, Нерусским-то, Как бы, украинским. И там, конечно, много нытья. Думаю, а что сейчас сметить-то? Все нормально. Крым вернулся в Россию. А потом подумал, Что, может, эти песенки, Которые не только я пел, И печатал в журналах, Книгах, газетах, Но которые пели другие, В том числе и ансамбли, Кое-какие из этих песен пели, Там, в Севастополе, в Крыму. Думаю, а может быть, Читания хоть маленькой какой-то частицы были, Что подействовали на возвращение Крымы. Ну, такой крохнут частицы. Ах, какая плохая погода! Ах, какая плохая погода! Снег с дождем объявит в Крыму. Время жизни со временем года Совпадает один к одному. Дует ветер с открытого моря, Нагоняет на сердце печаль. Я давно, уже с веком, не спорю, Только мне в Севастополе жаль. Под погашенными фонарями Над Приморском бульваре стою, Мы порой в Севастополе теряем. Но впервые, вот так, не в бою. Малорозы и великорозы Мы забыли, что русские мы. Снег с дождем, роковые вопросы, И последние в бухтах тьмы. Ослабевший орел над волною Смотрит мутно дождливую дару. Разве важно, что будет со мной? Только мне в Севастополе жаль. И не важно, что будет со мною, Только мне в Севастополе жаль. Вот, ну и в те времена было не все уж так страшно печально. Спасали, как всегда, женщины, девушки, любовь. Хотя вот у меня как-то, Хотя очень много связано с Севастополем и Севастополем, Удачной любви там и не было. Но неудачных, но памятных было много. Вот одна из таких песен про такую любовь Называется «Гераклейский романс». А почему Гераклейский? Потому что в Крыму, вот сам полуостров, Но там в Крыму есть еще и Гераклейский полуостров. Это та часть Крыма, Которая начинается с окраин Севастополя, Идет на юг, Балаклавия и так далее. Это такие очень крутые скалистые берега. Это «Гераклейский романс». Сейчас помню, как начинается. Море синие, скалы веклые, И зеленая трынь трава, Губы алые, неумелые, Поцелуи ведь нет словам. С Гераклейского полуострова Вдали дальние науты. Крысера плывут, тянут острые, Треугольные буруны. А дымы стружат, Желто-серые, А гасания губ как ожог. Я влюблен в нее, Или верую, Что влюблен в нее, Видит Бог. Ничего у нас не получится, Сверхотчаянных, Отчаянных скальных встреч. Будет мучить других, И мучится, Буду фото ее беречь. С полуострова Гераклейского, Где кончается Красный Крым, Я вернусь в Москву, Иудейскую рейсом, Номер шестьсот вторым. А в Москве уже окна выли, И не видеть мне наяву Скалы белые, Море синее, Гераклейскую трень-траву. Скалы белые, Море синее, Не работает Гераклейскую трень-траву. Аплодисменты. 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 Сейчас посидим. Хотя я могу и так. У меня тоже. Ой, птичка. Подождем, вот сделаем. Нельзя мне было петь, Какая Москва. Ну вот, Почти за работу. Вот, В 1920 году, Не с Крыма, Но в основном из Севастополя, Уходила так называемая Белая армия, Туда в Турцию, И дальше. И вот, В 95 году, Я только что Уволившийся из армии, Советский полковник, Коммунист. Я как бы повторял Движение вот этого Флота, Который вывозил Из Севастополя Белую армию. Мы вышли на корабле В море и так далее. И подумал, Что это была Большая трагедия. А если кто помнит, Кто постарше помнит, В 90-х годах Мы сами были В такой ситуации, Что для нас уже Не оставалось стороны Там и в общем-то. Вот я написал Такую песню Называется Русское море. Почему Русское море? Потому что Черное море Носило несколько разных Названий в том числе И Русское море. Нам опять уходи Наше русское море Из неправой страны Что отчизной была Нам опять поднимать В одиноком просторе На грот с деньгах Незадавшиеся Незадавшиеся в имперах Нам опять вспоминал Скалы русского Крыма Всевастопольский рель И Малахов курган Нам опять объяснять То, что необъяснимо И сквозь слезы Гридеть в мировой океан Вот когда мы поймем Наших прадедов в горе Спорить с волей Божьей И мы не смогли Раз в три четверти лет Как мы по Русскому морю Из России уходят Ее корабли Нам опять уходить Наше русское море Из неправой страны Что отчизной была Нам опять поднимать В одиноком просторе На грот с деньгах Незадавшиеся в имперах В стадии эту песню Потом поставили в какой-то Такой документальный Публицистический фильм О белой эмиграции И хотя редко, но его показывают По телевизору Может кто-то из вас наткнется На эту песню Она там звучит Еще продолжаю немножко Севастопольский цикл Девочка Яна Огонек на скале В Германе Потускнет, растворился во мгле Вспоминая о девочке пьяной Вспоминая о Крымской земле Как легко говорилось и петь Как спокойно смотрелось в упор Как уместно была ваша смелость Как недолго был мой разговор Мы расстались пред зимем туманом На скалистом крутоком берегу Вспоминаю о девочке пьяней Потому что забыть не могу Перед вами виниться не буду, да И не в чем виниться, увы Не просто воспринимаю как чудо Что со мной пели песенки вы Мы повязка на свежие раны Севастопольского бытия До свидания, девочка Яна Ни судьба, ни любовь, ни моя Огонек на скале вон германем Потускнет, растворился во мгле Вспоминаю о девочке Яне Вспоминаю о гримской земле Кстати, потом лет через 10-15 Кто-то из молодых военных журналистов Оттуда мне рассказал Девочка Яна стала офицером Черноморского флота Уже была капитан-лейтенант Сейчас, наверное, капитан какого-то ранга Моя любимая песня о Севастополе Называется «Останься в живых, Севастополь» Под графскую пристанью шопа Глубокой зеленой воды Еще далеко Севастополь До нашей последней беды Еще им германские тропы По вынью не все заросли Еще ты стоишь, Севастополь По краешке русской земли Еще им германские тропы По вынью не все заросли Еще ты стоишь, Севастополь На краешке русской земли На зеленом Европы Холодные льются дожди Останься со мной, Севастополь Пожалуйста, не уходи Услышен отчаянный ропот Листвы на осеннем ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру Услышен отчаянный ропот Листвы на осеннем ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру И в завершении этого крымско-севастопольского цикла Одна песня, которая уже в другой тональности Недавно все изменилось Изменилось хорошо И стала писаться уже как-то по-другому Песня называется «Маша и Коктебель» Но Коктебель тоже в Крыму Наташа, что смешно? Начал Коктебель вспомнить, да? На парочку недель уеду в Коктебель Привет тебе, родная Кимерия Холодно, добрень, жестка моя постель Зато под боком сладко спит Мария Ах, Машенька, проснись Вокруг ушует жизнь В небо и блещет камни самоцветы Вверху такая лысь Вдали такая близь Почти как наша близость до рассвета Пусть много на веку Я выпил камнику А вечером вчера излишне много Не длинь же на боку По хмельную тоску Ах, Машенька, просыпайся ради Бога А помнится и я в начале бытия Любви после любви не просыпаться Но здешние края, недолгая моя Дороже до нас проснуться и обняться Кончается апрель Людь не видит, как к тебе Несонным становясь, как за границей Есть наша в жизни цель На парочку недель Уехать, как теперь, пока она спится Есть наша в жизни цель На парочку недель Уехать, как теперь, пока она спится Ну а теперь возвращаемся к главной теме Любовь и война Песня, которую я очень редко пою Но не из-за того, что она плохая Она мне очень нравится Она грустная Война и любовь Быть может, смерть уже стоит Дорень и голодная И утром навсегда Раздавимся с тобой И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной Распахнут окном Ветрами гендукрушек Маячат за окном Гражданская война Зачем в чужих горах Мы сохранили душу На нынешней войне Душа-то не нужна Пусть сия земля Осколками держала Куда не сделай шаг Кровавые следы Не обрести в бою Ни вечности, ни славы Ни честного креста Ни жестяной звезды Быть может, смерть Уже стоит в изголовье И утром навсегда Растаться с тобой И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной Капитан из Бадахшана Вы бывали в Бадахшане? Не ходите никогда Вот спою, капитан, вы расходите туда Я спою о том, как тушит, как перловку есть с ножа Как он родине там служит головой Не дорожал А еще добавить надо, как по взорванным мостам Он дошел до Файзабада и навек остался там Пусть подпиленные пули воют около плеча Порткомиссия в Кагуле объявляет строгача А за что? За то, что строго запрещает пить корабль Только он-то, слава Богу, наш советский капитан Он живет не по исламу У него одна жена Он порой про Божью маму говорит, как сатана Он сунита и шиита от бревна не отлечит Ну хватит какой-то напиток Не дерется, не кричит Так скажите, Бога ради, в чем виновен капитан То, что служит в войсобаде на Нагорье Бадахшан Я еще очень доволен, сегодня несколько ребят присутствуют У них однокашников, по военно-инженерной академии Недвежинского Которые мы курсантами Тогда учились офицеры И курсанты нас, мальчики называли После школы или там из институтов И вот 40 лет назад мы и закончили Академия была интересная И у нас казарна была первая На Софийской набережной Тогда она называлась Набережная Мориса Тереза Орудив Кремля И рядом с нами тогда, ну не рядом Но на этой же набережной неподалеку Было английское посольство Сейчас вы куда вперели, не знаю куда А в тылу этого посольства Англии, Великобритании Там был так называемый сквер Репина Но если кто представляет Это нынешняя такая болотная площадь А у нас там в этом сквере Репина На этой болотной площади Была утренняя зарядка Там форма номер три или два Не помню, там с голым торцем Вот, ну а вечером Мы там иногда назначали свидание Вот песня об этом называется А в чё-то место, ну, Болотная площадь Замоскворечья Песня называется Замоскворечья В тылу посольства Великобритании Где длинный сквер скамейки и фонтан На первые курсантские свидания Я приходил прекрасно юный пьяный Близ памятника живописцев Репину Скамейка стояла в темноте Близ памятника живописцев Репину Скамейка стояла в темноте Волнительней не помню и нелепее Свидание в жизни, чем свидание тем Московская, холодная, халёная Девчонка издевалась надо мной Чтоб через час прикинуться влюблённую Перед казарменною проходной Ей нравилось, наверное, многолюдие Хрельные голоса со всех сторон Эй, девочка, с какой ты киностудии Братан, отдай её в наш батальон Не знаю я, с какой ты киностудии Отдам тебя в соседний батальон Тогда со страстью, будто в самом деле Шиной, она приподнималась на носки Закитывая на мою шинелишку Две белых гор настаивых руки И прижималась бётрами упругими И целовала в губы, не стыдясь Чтобы юнцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу за москворечья Сажусь на ту скамью, когда пустая И вспоминаю, будто вспомнит нечего Её перед казармой устой И вспоминаю, что ж мне вспомнит нечего Её перед казармой устой А вот такой неожиданный поворот любви Но в прямом смысле я очень любил лошадей В смысле верховых лошадей Ну, стакань, я скажу, на лошадях И много занимался с пограничниками А ещё в моё время было немало застав горных Особенно где были лошади Делал фильм большой для центрального телевидения О лошадях, которые служат в армии И однажды с кавалерийским полком Который стоял в Москве, в Алабине Его иногда называли полк имени Бондарчука Потому что его создали для съёмки фильма Война и мир А потом так и остался И вот однажды мне удалось с этим полком Сделать дневной марш То есть во время светового тяны Прошли больше ста километров А шли на съёмки фильма «Первая комната» Туда, в район Вери и подальше Ну, это было интересно Когда идёт целый кавалерийский полк Тут сбегался народ Что там дети за нами Бежали, бежали, кричали Там люди выходили Женщины и так далее После этого он написал песню Которая называется «Эскадрон идёт пыля» Эскадрон идёт пыля В белой вене трензеля Собираются девчата Расступаются поля Головные не ленись Ну-ка, плот, ну-ка, рысь Разберёмся на привале С чьими-чьих глаза сошлись Разберёмся на привале С чьими-чьих глаза сошлись Черноглазая строга Смотрит словно на врага Целый день снит тары-бары Чтобы вечером стога Целый день снит тары-бары Чтобы вечером стога Скореглазая небось Всё пошло бы в крит и в гость Целовались бы всё время Спали много бы, но брось Целовались бы всё время Спали много бы, но брось А вот синеглазая вполне подошла бы нравом мне, Отношения прояснили б за часок наедине. Так что, головные, не ленись, ну-ка, повода, ну-ка, рысь, Разберёмся на привале, с чьими-чьими глаза сошлись. Разберёмся на привале, с чьими-чьими глаза сошлись. Вот, у меня песня была назначена, записана, так сказать, раньше, Чем я увидел этого человека, сегодня у нас присутствует Легендарный военный хирург Владимир Хоменко, Которого мы сегодня вручали ещё. Правильно? Аплодируй ещё раз. Распад очень много людей, и афганских, и не афганских, Был хирургом, тромотологом. Работал в ЦИТО, и не только ЦИТО, и в Агане, естественно, да. Но про него я могу очень долго рассказывать. Песня не про него, но про военного врача, называется «Брач». Вообще написал её благодаря тому, что мы тоже с присутствующим здесь, Вадимом Сергеевичем Акуловым. В то время он был собственный корреспондент «Правды» в Афганистане, А я туда приезжу, только на недолгий коммунион. И вот однажды мы с ним поехали через перевал Саланг, Навстречу какая-то наша броневичок подбитый уже, Но всё-таки ещё езжащий. И там оказался интересный человек, Который ехал в эту броневики. В общем, остальное всё поймёте из песни. Она называется «Врач». Переезжаем салами, горы и слева, и справа, По обочине танк, то под горою застава, Ветер пары, но не бьёт. Мы не торопимся, чтобы не проморгать гололёд И не заехать в сугробы. К этому часу уже за ночевали колонны, Скрутились, как в гараже, Дуло направив на склоны, Всё изменилось внизу. Трасса, природа, погода, Мольчим из метели в грозу, Рухнувшую с небосвода, Мулнии плечет и стуч, Гроза трясает равнину, Наш прожекторный луч Сузился на половину. Ветер пропитан насквозь, Пред ощущением тревоги Гнётся растущая в козь, Дерево возле дороги, Но разгорается вдруг Зарёв встречного света. Что тебя бросим, друг, В гонку опасную эту? Мы, бронегрубом почти, Два боевых батлера, Здесь в одиночку идти, Самое крайнее мера. Вправо, товарищ, смотри, Справа за вспышкой, вспышка, Но подожди, не гори, Мы уже близко, мы близко, Ты поработай в ответ. Духи не любят работы, Да выключи, родненький свет, Ну что же ты медлишь, ну что ты? Вырвался из-под огня Броневичок с капитаном, Похоронили меня Рано, товарищ, Рано, Вздолбались рост на броне, Вытянул руку с часами, Я бы их сбил, Только мне кранино, Вы уж сами, Я, как вы поняли, Прощу, Вот и лечу, Не стреляю, Ладно, ребята, Удачу, Всыпьте им, Я умоляю, Скорая помощь гони! С вылетелись в паттерн И кормовые огни Дымом окутало серым Та же гроза в небесах, Та же засада пред нами, Но были врачи на часах, Все остальное мы сцами. Так, ну, вот еще одна, так сказать, Песня имеющая отношение Газет на работе. Называется она Песенка репортера. Не совсем понятно, Почему я пою, Поэтому я ее поясню немножечко. Дело в том, Что я 10 лет Проработал Специальным военным Корреспондентом В Правде, А потом получилось так, В результате Ряда скандалов И личных хулиганств И все прочее там, Что меня перевели куда-то, Но перевели как бы с повышением. Я стал заместителем Редактора Правды По отделу информации. Зачем-то Попал даже в меглотул Какие-то специальные больницы И так далее. Ну и, короче говоря, Отвечал за внутреннюю Уже информацию, Ну, в том числе, Даже иногда часть внешней, Которая имела отношение На какие-то журнальные дела. И вот поэтому Песня называется Песенка репортера. Официально подложит Оперативный журналист Придет, услышит И запишет Мой едец верит, Передаст Где прокутилась В доме крыша Где обнаружен Уголепласт Где пятилетку За три года Где с конфискацией Пять лет Где в речку бросили Отходы А где уже И речки нет И свиноводства В коннотопе И наводнение В Баку И положение В Европе Ты должен Выплавить В строку А у тебя Жена и дети Из Магадана Школьный друг Одних одеть Другого встретить И не крошав В кармане брюк Висит строгач За опозданием И за зеленое Вино И три Отложенных Свидания С актрисой Театра И кино Но С виноводством В коннотопе Но наводнение В Баку Но положение В Бропе Ты должен Выплавить В строку Грустная песня Из грустного цикла Двяносто третьего года Нас опять Предадут И подставят Под русские пули Вас опять Предадут И заставят Стрелять По своим Мы встречались Как братья В Гаване В Ханоле В Камуре А недавно В Москве Расстреляли Друг друга Сквозь дым Виноваты ли Вы Виноваты ли Мы Я не знаю Выполняли Приказ Себя Не жалели В бою Мы по жизни Идем Как идут По переднему Крак Мы стоим За Россию И значит Стоим На краю Рынем Вагон Из плеча Поднимаем К виску Пистолеты Но куда нам уйти От армейской Несчастной Судьбы Остаемся В строю Чтобы Русь Отискала Ответ Примеряя Знамена На ваши И наши Гравы Нас Нас Опять Предадут И подставят Под русские Пули Вас Опять Предадут И заставят Стрелять Под своим Мы встречались Как братья В Гаване В Ханоне В Калуне А недавно В Москве Расстреляли Друг друга Сквозь дыр Песня Называется Дорога В Кабул Я Человек Везучий Но Покидая Дом Беру На всякий случай Нож Пистолет И лом Избан Прохли Шкопель В неласковый Мамент Я Прибыл На рассвете В штаб Округа В Ташкент Сказали Коль Везучий Марш На аэродром Беру На всякий случай Нож Пистолет И лом Они Дали Талон Без взятки Про парам Пришлось Лишиться Лому Зато Слетел С утра Летели До Термеза Там Звери По Гранзе Нельзя Вести Железо Так Это Ж Нож Отцы Новые Грузили Сразу И Заперли В Барак А Вот Там Нож Зараза Слетели Только Так В Кабуле Чимпачино Я С борта На Зим Скок Как Вдруг Три Дурачьев Стволами Ты Чуд Волк А Ну-ка Сдай Оружие Фасонить Будешь Тут Тебе Оно Не Нужно Тебя И Так Убьют Я Понял Что С Лубянки Я И Юг Ван Замир Фрэншаф Салам Так Смотрю Оперативное Время Мы пока Идем Нормально Несколько Песен Если Так Более Близких К нам Войн Вот Например Война 08 08 08 08 08 Я Никогда Был В Южной Осетии А песня Моя Об этом Называется Как ни Странной Песней О Грузе Что За Странная Напись На Ельзе В Осетинском Сашунном Селе Миральные Воды Лагинзе На Царапана Как На Стекле Да Я Помню Проспект Русталей Им Тацмиду Над Ним И Куру Им Друзей С Гендухан Шумели Отбиваясь Водой По Утру Этой Самой Водой Минеральной Из Бутыли Висящих Вердном В Тихой Лавочке Что На Центральной На Проспект Выходило Окно А Какие Там Были Сиропы Вкусы Меда И Цвета Зари Это Господа Не Европа Это Грузия Черт Побери Разве Мы Не Любили Друг Друг Наших Предков И Наших Святых Разве Мы Не Взболняли По Кругу Строг И На И На Просты Только Стран В Лесной Границе Под Огнем Опасаясь Престать Минеральные Воды Логинзе На Задымленной Гильзе Читать Минеральные Воды Логинзе На Задымленной Гильзе Читать А вот Песня Времен Чеченских Войн Называется Военно-Кавказский Романс Здесь На Войне В Горной Стране Всполнился Мне Сад При Луне В Этом Саду В Даль В Году Ты Меня Жду Я Тебя Жду Город Город В огне Крут На Броне Словно Во сне Жизнь На Войне Всё на песке, на волоске, Если б не сад там вдалеке. Взрыв прижду, смерть обойду, В этом аду не пропаду, Только бы мне здесь на войне Не подзабыть сад в премоне. Здесь на войне в горлом стране Всполнится мне сад при луне, В этом саду в дальнем году Ты меня ждёшь, я тебя жду. А вот песня, которую я, в общем-то, уже объявил на торжественной части. Но хочу сказать, что она, конечно, посвящена не только Виктору Дмитриевичу Жукову, Которую мы тогда провожали к новому месту службы в городе Ленинград, Когда ещё шла авганская война. Ну и всем нашим советникам. А здесь ещё присутствуют советники. Семья советников Эдуарда Армянов, Это был Фёдор Неолею. Положи туда. То есть песня называется «Стали». Он сядет на поезд хороший, Уедет служить в Ленинград, Он хочет не думать о прошлом, Как и год четыре назад. Не сбит от колёсного стука, Хоть и на ночь попил не чайку, По окошкам уставился жуком Солетник в афганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре В полку взбунтовали солдаты И ждали его во дворе. И вышел военный советник Небрежно ремень деревян, А там под ремнём пистолетик Девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы И пятились по одному. Солетник страшнее приказа Они подчинились ему, Своим пистолетикам малым Сарбазов погнал он вперёд. Туда, где за каждым дувалом Мятежный строчил пулемёт. И шли, припеваясь от страха, Судьбу проклиная, но шли. Солетник страшнее Аллаха, Когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел В Экспрессе Москва-Ленинград? Мир тот же из крови и песен, Как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, А мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, Советник Советской Страны. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, Советник Советской Страны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, у нас осталось где-то пять минут. Хорошо бы, конечно, закончить. Дайте, как можно было сделать. И ещё покажу, как можно будет. Воздух. Вернусь немножечко, а то... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Записку на вторую часть. ПЕСНЯ Под шкором снаём, Под дорогой вору, Идём батальон, Военные люди России слушать От солдатой следов, Судьбу положить за неё Среди радного боя. ПЕСНЯ России служить Вот солдатская доля, Судьбу положить за неё Среди радного боя. ПЕСНЯ ПЕСНЯ России служить Вот солдатская доля, Судьбу положить за неё Среди радного боя. ПЕСНЯ 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 Русалка, даже губы соланы С нею шатка, мне палка На волне и без волны